Ребята, всем привет! Вы на канале Мульчер ЦФО. Меня зовут Антон Хатунцев. Я занимаюсь расчисткой сельхозполей от древесно-кустарниковой растительности. И сегодня мы выйдем на связь с заводом Сибирь Техника. Сегодня у нас будет интервью с Волошенко Евгением Александровичем. Это руководитель отдела продаж Сибирь Техника. И Румянцев Виктор Александрович, главный конструктор завода Сибирь Техника. Так как я являюсь потребителем этого трактора, то есть он был куплен в 2018 году, и этот трактор по сей день работает, мы его эксплуатируем, мы довольны. Я решил связаться с заводом Сибирь Техника и пообщаться с руководством о доработках, о том, какой сейчас они произвели рейстайлинг. Познакомимся с этим предприятием, чем они занимаются, как они работают в условиях пандемии. Давайте познакомимся. Меня зовут Хатунцев Антон. Я ваш клиент, довольный клиент. Мой бизнес, в принципе, он начался с того, что приобрели у вас гусеничный трактор ТЛП-4М-037 с установкой мульчер СЭПИ. Он был куплен в 2018 году, и сейчас, в 2020 год, в данный момент он работает. Ваша единица была приобретена первая. Сейчас у нас в общей сложности уже 7 мульчеров, ну и дополнительная разная, другая техника. Гусеничные экскаваторы, бульдозеры. Мы занимаемся профессионально, расчищаем сельхозполя. То есть в наше тяжелое время сейчас поднимаем матушку Россию. Все, что у нас заросло с советских времен, сейчас мы расчищаем. И в будущем, в перспективу, все эти почвы будут возделываться. Что-то будет засеяно многолетними травами. На них будет выращиваться крупный рогатый скот. А на каких-то полях будет выращиваться кукуруза, пшеница, подсолнечник. Ну, в принципе, все. Давайте теперь расскажите вы о себе. Меня зовут Евгений, фамилия Волошенко. Я начальник отдела продаж гусеничных машин завода «Сибиртехника». Вот, занимаюсь продажами лесных машин достаточно давно. Вообще, я начал деятельность вот в этом направлении с 2000 года. В «Сибиртехнике» работаю с 2006 года. То есть, ну, это уже практически 14 лет вот в июле будет, как я работаю в «Сибиртехнике». Занимаемся продажами машин по всей России, по странам ближнего зарубежья. Виктор Александрович, вам слово. Так, ну, что я могу о себе сказать? Я работал на алтайском тракторном заводе. Прошел путь от молодого специалиста до главного конструктора. Потом, когда завод уже ясно было, что был обречен и дальше уже мои там, скажем так, работы не нужны, я перешел вот через алтайский моторный завод с компанией «Сибиртехника». Вот с 2009 года я работаю здесь. Создаю технику для компании «Сибиртехника». В том числе, эта машина, которая у вас, ну, она создана тоже, как бы, нашим коллективом КБ, который здесь есть. А как пришли вообще к этой технике? Можете рассказать, может, краткую историю создания гусеничного шасси? С чего все начиналось? В 2011 году собиралось собрание, круглый стол был, у Виктора Николаевича Маслякова. Он тогда был руководителем Рослесхоза. На этом собрании Виктор Николаевич заострил такую проблему, что очень много горелого леса, это как раз был период 2010-2011 года, очень много горело леса. Он озвучил эту проблему, что на сегодня я вас собрал здесь, всех представителей заводов, да, российских, и ставлю вас в известность, что производителей российских мульчаров, их, в принципе, на сегодня нет. Задумайтесь над этим, пожалуйста, создайте нам такую машину, Рослесхоз в этом очень сильно нуждается. И по итогам вот этой поездки, в принципе, по итогам переговоров здесь, мы все-таки решили, что эта машина действительно, она востребована, и ее надо создавать. И вот практически с нуля, да, на шасси машины ТТ-4М, вот по предводительствам Виктора Александровича, была машина создана. И машина, в принципе, получилась очень удачная, и что самое, что нас радует, машина оказалась востребована. На сегодня в числе потребителей данной техники, покупателей, у нас, ну, практически все крупнейшие предприятия России. Это и Транснефть, и Роснефть, и Газпром, и Российские железные дороги, и Автодоры. То есть, ну, все крупнейшие предприятия, да, энергетики, очень много машин наших покупают, МРСК Центра, МРСК Волги, МРСК Сибири, поэтому, как бы, машина оказалась очень востребованной. Единственный, кто не приобрел пока у нас эту машину, это как раз подразделение Рослесхоза. Вот, по итогам деятельности сегодня, да, Рослесхоз стал выделять достаточно много средств на перевооружение своей техники. Это вот, по моей памяти, это второй такой, такие крупные вливания в отрасли. После 10-го, 11-го, 12-го года, там тоже было очень сильное обновление техники, задумываются о приобретении таких машин. Поэтому, я думаю, что и Рослесхоз у нас тоже будет эти машинки. А помимо мульчерной техники, какие модели тракторов вы, ну, производите вот на базе шасси ТЛП? Спектор очень большой, начиная с самого базового шасси, да, то есть, мы оставляем базовое шасси на заводы-смежники, потом наши партнеры устанавливают на него свое дополнительное технологическое оборудование, после этого получаются специализированные машины. Это могут быть машины буровые, это могут быть крановые машины, сварочные агрегаты, какие-то транспортные машины, там, с кранами-манипуляторами, с кузовами и так далее. То есть, спектр машины, он не ограничен. Кто-то просто берет машину, там, как водовозку, да, то есть, ему нужна мощная машина с хорошей проходимостью, там, с цистерной куба на 4, на 5, вот, и просто ее приобретают, как, допустим, какую-то конкретную единицу. В данном случае, допустим, водовозка. Вот, поэтому спектр, он очень большой. Все зависит от заявок наших покупателей. Вы покупатели вообще работаете, это получается, то есть, в Центральном федеральном округе я редко встречаю вашу машину. Вот, получается, севернее, да, работаете? Покупатели у нас во всех уголках России. Ее действительно сложно встретить, да, потому что это машина лесная, ее в отче нахлез. Ну, уголки всей России. То есть, это и Центральная часть, это у нас и Дальний Восток, то есть, севера России. Скажите, вот, я сталкивался с такой проблемой, ну, как мне рассказали, что ее уже исправили. То есть, трактор, вот именно система с установкой мульчер в жаркую погоду нагревался, да, и пылью забивались радиаторы. Мне, как бы, ребята сказали, что эту систему доработали, вот, систему охлаждения, и поставили вентиляторы, которые меняют лопасти, направление, да, и продуваются в обратную сторону. Можете про эту систему рассказать? Да, сейчас, Виктор Александрович, подробно о изменениях, внесенных в машину, он все расскажет. Я просто хотел, допустим, сказать, что наша машина, она выпускается с 2014 года, то есть, получается, уже полных 6 лет машина на рынке. Мы таких машин выпустили, ну, больше 150 единиц точно, вот, и ввиду того, что идет постоянная обратная связь с нашими покупателями, когда мы с ними общаемся, они нам делают какие-то замечания. Твой Антон, я вот лично канал смотрю, и, в принципе, видел и отзыв по нашей машине, да, и, в принципе, мы и оттуда какие-то взяли замечания, да, и, то есть, мы постоянно машину свою дорабатываем. И вот, Виктор Александрович, достаточно подробно сейчас вам расскажет, что мы там какие изменения внесли, и могу сказать, что эти изменения, они, ну, достаточно глобальные, что сейчас машина, ну, по сути, пережила свой рестайлинг, да, и она уже, мы ей даже присвоили новый индекс, теперь у нас машина будет не TLP4N037, а TLP4N038, да, и, да, и вот об доработках, которые внесены в машину, Виктор Александрович сейчас расскажет. Так, ну, что я хочу сказать, мы, когда начинали эту машину делать, мы были первые, наверное, кто, ну, во всяком случае, для нас это была совершенно новая разработка в то время. Их создавая эту машину, не все было понятно, скажем так, не все моменты можно было предвидеть. Вот один из таких, да, моментов, что у нас было в этой машине, 037-й, блок радиаторов, состоящий из четырех сеток. Естественно, обслуживание этого блока, оно, естественно, было проблематичным, хотя мы на машинах ввели потом мощный пневмокомпрессор, два ресивера с большим запасом воздуха для продукции. Я понимаю, что все равно, как бы, да, проблема была такая. Работая дальше, мы пришли к мысли, что надо нам уменьшить количество этих радиаторов, что мы, в принципе, успешно сделали. Из этого блока четырех радиаторов мы сегодня оставили два радиатора. У нас остался водяной радиатор на двигатель и остался радиатор гидросистемы привода мульчера, то есть два. При том, что раз их два, и для лучшего удобства их обслуживания, мы этот радиатор сделали как бы раскрывающийся. То есть его можно открыв, хорошо продуть в обе стороны и, соответственно, обслужить проще стало. Для того, чтобы не выскакивать каждые полчаса, это все не продувать, это я понимаю, это все проблема, да, то есть, понятно, лишняя как бы для оператора нагрузка, мы поставили вентилятор, который так называемый реверсивный. То есть у него можно, не выходя из кабины, сделать либо это в автоматическом режиме. Через определенное время этот вентилятор переключается на обратный поток. То есть не в себя внешний воздух забирает, а как бы этот воздух из-под капота продувает в обратную сторону и выдувая всю эту пыль. Время, которое он продувает, ну там небольшое, буквально там 30 секунд, после чего он в автоматическом режиме снова возвращается к обычной своей штатной работе и нормально как бы дальше, забирая холодный воздух изнаружи, продувает радиатор, капотное пространство, двигатель и так далее. То есть эту как бы проблему мы сегодня решили. Куда мы дели остальные радиаторы, как мы эту проблему решили, чтобы было такое вообще понимание. Один радиатор мы заменили на ЖМТ на двигателе и отказались от интеркулера. Ну так просто от интеркулера не откажешься. Поэтому вместо двигателя 6-цилиндрового ЯМС-236Б7, который у нас был на той машине, мы поставили двигатель ЯМС-238НД4. То есть у него та же самая мощность, но уже без промежуточного охлаждения воздуха. Он просто турбированный двигатель, но без промохлаждения, выдает те же 250 лошадиных сил. То есть вот таким вот образом от этой проблемки с охлаждением и с проблемой очистки радиаторов мы как бы сегодня ее решили, эту проблему. По этой машине еще у нас ряд есть таких, скажем, ну существенных изменений. Я не знаю, могу их сразу, либо позже. Давайте сразу. Ну смотрите, сразу так сразу. То есть машина имеет достаточно мощную гидросистему передней навески, на которой висит мульсер довольно большой массы, на хорошей консоли. Первоначально мы использовали ходовое шасси трактора ТТ-4. Ну он уже, собственно, тоже самое применили в тракторах ТЛП-4, то есть оно полностью унифицировано. И, соответственно, вот эта нагрузка на консоли, да, она вольно-невольно ли как бы машину немножко у нас перераспределяла, центр у нас масс уходил вперед от центра опорной поверхности. Что могло сказываться? Ну, на ухудшении какой-то, в какой-то степени проходимости и какое-то небольшое клевание носа машина наблюдалось при этом, да. То есть вот эту проблему мы решили за счет того, что, ну, мы не могли ее в корне как бы решить, поменяв компоновку всей машины. Мы ее решили проще. Мы, как говорят, если не идет гора к Магомеду, то пусть, да. Вот мы взяли опорную поверхность, поменяли, переставили как бы, сделали там, где у нас наиболее нагружена трехкатковую каретку и вынесли ее максимально вперед, то есть сдвинув опорную поверхность вперед как бы под действие вот этой вот нагрузки. Тем самым мы повысили нашу навесоспособность на передние навески, улучшили проходимость машины и в какой-то степени улучшили работу на ней за счет того, что нету подрессоренного впереди вот этого звена. Машина идет, да, более жестко, но зато она и не клюет, как бы нет вот этих вот раскачиваний в работе, когда это может отрицательно сказаться, скажем, на работе мульчерной головки. То есть вот такая у нас проблемка решена, тоже кардинально, я считаю, мы ее решили. Ну и там много, так скажем, вещей, которые были направлены на улучшение там, скажем, надежности, где-то повышение каких-то удобств и так далее. То есть да, тоже довольно много решений, которые мы тоже внедряем постепенно. Могу добавить, что, Антон, тебе мы поставили машину, да, она была еще вне габарита, да, по отзывам наших заказчиков, да. Были отзывы, что машину надо часто возить, перебрасывать с объекта на объект, и вот эта вот негабаритность машины, она достаточно неудобна для перевозок. В результате сейчас у нас все машины, они в габарите, то есть ширина машины 2,550. Специального разрешения на перевозку данной машины не требуется, то есть машину сейчас можно перебрасывать, не заказывая никаких специальных разрешений. Это очень значительная доработка, это вообще очень, это супер. Почему изначально на это не пошли? Мы считали, что поскольку, ну, за основу взят негабаритный трактор, да, ТП-4М, раз машина сама негабаритная, то можно и головку побольше поставить, да, то есть шириной 2,5 метра, то есть рабочий захват мельчаной головки. Вот, но все-таки по отзывам заказчиков, лучше пусть будет чуть меньше производительности, да, на эти полметра, но чтобы машина перевозилась без специальных разрешений. Вот, поэтому услышав заказчиков, ну, мы машину ввели в габарит. Мельчаная головка сейчас у нас, конечно, ширина захвата 2 метра, вот, но, в принципе, это достаточно удобно для наших заказчиков. Очень хорошо, что вы работаете над ошибками и принимаете обратную связь от своих клиентов, это прям супер. Расскажите, пожалуйста, с какими трудностями вы сталкивались? И какие сейчас есть вообще проблемы, такие сложные с задачей? Ну, задачи у нас какие? Задача у нас двигаться вперед, создавать новые машины. Есть и требуют более мощные машины, поэтому вот сегодня у нас основные задачи стоят перед нами. Это вот создание новой машины и машина 350-сильных. Вот, я думаю, что, ну, Виктор Александрович тоже здесь вот может больше сказать, да, о том, какая машина у нас будет, что мы создаем. Ну, да, конечно, пожалуйста. Ну, я просто еще к предыдущему, конечно, хотел бы немножко вернуться к вопросу. Вот, смотрите, конечно, в габарит мы машину, в общем-то, мы ее и раньше делали в габарите, да, это можно, но только с определенной шириной гусеницы. То есть, это гусеница будет шириной 500 миллиметров. У нас есть еще гусеница шириной 550-600 миллиметров, то есть там, соответственно, уже, ну, в габарите такую машину трудно создать. Ну, и второй момент, это, конечно, вот ширина мульчера. То есть, надо все-таки ориентироваться на то, что собирается потребитель наш делать на этой машине. То есть, ширина мульчера 2 метра, это одна производительность, ширина мульчера 2,5 метра, это уже немножко другая производительность машины. То есть, с этим еще тоже связано. То есть, тут надо, скорее всего, гибкое решение, то есть, кому что надо, какие более важные параметры. Либо это вот именно транспортный этот габарит, либо это, скажем, какие-то там, ну, вопросы производительности, вопросы экономики, скажем. Что касается, как бы, еще немножко этой машины, вот когда мы начинали создавать, в общем-то, ведь у нас тоже опыта не было, и мы не стали создавать чисто один мульчер, да? Мы создали и назвали машином многофункционально. То есть, у нас есть передняя навеска, на которой мы не просто один мульчер вешаем, мы можем туда вешать, пожалуйста, же роторный снегоочиститель, клин, бульдозер можем вешать, заднюю навеску сделали, для того, чтобы туда тоже можно было, как минимум, скажем, опахать, да, сделать противопожарные мероприятия, или там лесопосадку вести, может, еще какие-то, там любые орудия класса 3-4 тонны сельскохозяйственные, на эту навеску вешаются. Да, мы сделали у нее кузов, понимая, что машина будет оторвана от базы, где-то, как правило, она работает далеко в лесу, не всегда есть возможность там, скажем, и вовремя ее заправить, и те же какие-то запчасти, тот же шансовый инструмент возить, да мало ли что надо. Поэтому мы сделали многофункциональную машину, хотелось бы вот, скажем так, получить оценку в этом плане, с обычным мульчером, это дает какое-то преимущество или нет все-таки, угадали мы с этим решением или нет. Потому что следующую машину, вот сейчас мы будем говорить, да, мы создаем более мощную машину, ну, как мы ее называем, ММ-5, да, у него такое рабочее название. У него будет уже совершенно другая трансмиссия полностью на гидроходу с импортными гидроагрегатами со всеми, будет двигатель стоять камень современный, соответствующий там всем тенденциям по экологии, по всему прочему. Да, там будет много решений по компоновке, двигатель уже вынесен будет назад, то есть не будет проблемы, скажем, температуры в кабине, там шум какой-то может уйдет из кабины, будет больше, что двигатель сзади. Наверное, с точки зрения и запыленности, и загрязненности будет лучше, поскольку все вынесено в более чистую зону, да. Ну, там, к сожалению, уже ряд вопросов, мы, ну, тот же, тот же кузо, например, уже не будет. Не знаем, надо ли на той машине нам бульдозер и клин, потому что очень большая мощность, и как ее ограничить, потому что бульдозером, ну, при такой мощности можно сломать все, как говорится, да. То есть для такой массы машины, для такой мощности, конечно, это, ну, бульдозер, это довольно опасная штука. Вот, поэтому тоже бы вот хотелось бы понимание такое, ну, как бы от вас, как от эксплуатационщика, насколько это, скажем, востребовано, что вам сегодня более важно, какая мощность вам более важна, какая ширина захвата вам более интересна, да. Какие функции у этой машины надо сохранить, что, скажем, не так важно, можно чем пожертвовать, скажем, какие-то такие вопросы, интересно, тоже было осветить, скажем, да, чтобы было понимание, что нам дальше правильно делать, угадать. Вот, еще у нас была одна машина, мы ее про нее как-то мало, не особо освещаем. У нас есть разработана, она изготавливалась, машина, она по этому же принципу, да, тоже 250 лошадиных сил, но у нее тоже двигатель вынесен назад. То есть тоже там, как бы, решили проблемы и температуры в кабине, шума, вот, но там нет уже привода механического, то есть там только гидравлический привод на трансмиссию. Правда, там он маленько другой, там стоит и управляемый аксиально-плунжерный насос, и управляемый аксиально-плунжерный гидромотор, за счет чего мы обеспечиваем достаточно широкий диапазон движения у этой машины. Вот, так как там машина у нас там тоже так незаметно проскочила, и особо, как бы, мы ее не рекламируем, но, возможно, тоже будет представлять интерес для потребителя, потому что там тоже есть свои достоинства у этой машины. Ну, а так, как бы, вот, говорить, если каких-то проблем, ну, не всегда бывают проблемы, когда создаешь новую технику, это как раз решение этих проблем и есть создание новой техники, нахождение компромиссов, нахождение решений там, где, казалось бы, их нет и не может быть. Вот это вот, они дежурные, наши вопросы ежедневные, каждый день мы что-то дорешаем. То есть вот так, если вкратце, наверное, сказать. Ну, вот по поводу многофункциональности, сразу могу сказать, как уже потребитель, да, вашего трактора. То есть мы его используем, первое, как мульчер, мы его используем как бульдозер, то есть мы сделали на него ковш, такую большую лопату с зубьями, и мы подгребаем вот в сельхоз поля, которые деревья выкорчевываем, мы используем его, сгребаем все в бурты, в большие. То есть это очень удобно. Плуг противопожарный мы не приобретали, но есть, значит, навеска, на которую можно, да, его вешать. В принципе, удобно очень, ну, пока у нас потребностей нет. Вот, и по поводу создания новой машины, я думаю, что я соберу обратную связь для вас. То есть у меня опыт есть уже и, там, Воронежская область, там, обочины дорог работаем, и сельхоз поля работали, делали, вот, и опыт постоянной перевозки по маленьким заказам, опыт работы, там, в болотистой местности, опыт работы, там, парк Патриот, вот, храм, кстати, новый, который построили в парке Патриот, это мы вот площадку вашим мульчером чистили. Все, что сегодня вы, какая-то потребность есть, да, какой спрос есть, что мы хотим от вас увидеть. Я этот список вопросов составлю и задам эти все вопросы всем своим партнерам и конкурентам. У нас есть чат со всей России, ну, собрал таких топовых людей, которые занимаются расчисткой, у которых спецтехника, и мы между собой общаемся. То есть бывает такое, что заказами делимся, делимся опытом по ремонту, по поломкам, по приобретению запчастей. Постоянно какие-то где-то, ну, такие нюансы бывают, затрагиваем, как вот лучше, как нам комфортнее было бы. То есть я думаю, что примем участие, тем более надо сейчас матушку Россию нашу подымать, надо возобновлять производство российской техники и посодействуем, поучаствуем в этом деле. Еще хотел сказать, что обратная связь, она у нас есть по всем регионам, да, и могу сказать, что на сегодня уже те первые машины, которые мы поставляли, наши сервисники отмечают, что там уже наработка по 10 тысяч моточасов и выше. Машины с достаточно большим запрасом прочности до сих пор находятся у первого хозяина даже в собственности, то есть по большому счету полностью устраивают своих заказчиков. Также хотел поинтересоваться, какая наработка, Антон, у тебя сейчас на машине и, в принципе, какие планы на перспективу есть. У нас наработка порядком, сейчас скажу, почти 2000 часов, но мы его эксплуатируем. У нас просто работа комбинированная. У нас где-то бульдозер, где-то экскаватор нужен, где-то колесная техника, где-то гусеничная. И мы его используем на полях в тех местах, где участки заболоченные. И очень удобно, допустим, делим участок поля для колесной техники, для гусеничной техники. Где-то у нас большие деревья, которые мы там, там деревья, допустим, там по полметра, по 40 сантиметров. 30 лет зарастало, куда там деревья такие выросли. И мы это делим и, в принципе, вот работает по заболоченным местам. Очень хорошо справляется. И у нас, если, допустим, у других, у моих конкурентов работа останавливается, если, допустим, дождливая погода или там снег начинает таять, да, вот обычно там, сейчас скажу, январь, февраль, февраль, там март, апрель. Допустим, стоят колесники, а мы не стоим, мы работаем. Потому что у нас гусянка есть, которая, если там колесники у нас встали, у нас гусянка зато работает. И работает круглые сутки. Хорошо, все замечательно. Очень удобно кузов еще. Мы с этим кузовом, значит, мы сделали из него кунг для инструментов, для солярки. У нас бочка. То есть мы переезжаем с одного поля на другое поле. Кунг выгружаем, ну, снимаем полностью с трактора этот кунг. И он у нас на замок закрывается. И получается такая база с бочками, с генератором, с инструментами. У ребят все, наковальник, кувалды у нас, как положено, заряженные для полевых условий. Вот, все закрыто. И не надо ни сторожа оставлять. Блин, нормально, устраивает, классно. Еще, знаете, у нас это конференция. Можно сказать, что мы входим в новый информационный, такой цифровой век. Вы могли себе представить, что такие встречи сейчас, как бы они набирают популярность. Я думаю, они и будут дальше набирать популярность. Как вообще вы сейчас работаете, вот в это нелегкое время, ну, в карантине. И пользуетесь ли вы вот такими вот онлайн-встречами, онлайн-конференциями? Как у вас вообще, как у вас люди принимают все это? То, что касается пандемии, да, ну, по согласованию с местной администрацией, мы работаем в полную силу, потому что у нас, ну, можно сказать, что продукция первой необходимости. То есть мы, помимо мульчанных машин, изготавливаем еще лесопожарные трактора. Вот сейчас Рослесхоз достаточно активно закупает эту технику. И, ну, учитывая то, что сейчас пожароопасный сезон, сибиртехника загружена полностью, выпускаем лесопожарки, разгоняем их по всей России. И вот удаленно собирать трактора не получается. Мы тут как бы, у нас антисептики, маски, все, все есть. Всем запаслись, но собирать технику все равно приходится руками, все равно в коллективе. Поэтому завод работает в полную силу с соблюдением определенных мер профилактики, да. Вот. Что касается техники, техника различная у нас сейчас. Трелевочные машины, лесопожарные машины собираем, мульчера. Предприятие загружено сегодня. Очередь сейчас есть на приобретение к вам, вот, чтобы сейчас купить? Что нужно будет сделать? Ну, скажем так, в наличии ни одной машины на складе нет. Все, что сейчас собирается, это все уже продано. Авансовые платежи, и машина начинает собираться. Возможность расширить на количество собираемых машин в месяц у нас имеется. Вот. Но, опять же, все ограничивается спросом. То есть, в среднем сейчас собираем порядка четырех машин, четырех-шести машин в месяц. Но, если, допустим, было бы больше заявок, то мы бы могли и до десяти единиц техники собирать по месяцу. Тут ограничения уже немножко в другом плане количества заявок. Ясно. А на рынок, в СНГ или в другие страны были мысли такие на будущее, на перспективу? Ну, мы работаем в этом направлении. У нас был опыт раньше поставок. Мы на Кубу поставляли челюстной погрузчик. Наша машина буровая трудилась в республике Ньянма. Помимо нас, наших поставок. Есть еще поставки наших заводов-смежников. То есть, тот, кто навешивает свое оборудование и продает. Мы судьбу этих машин не знаем. Но то, что эти заводы работают на экспорт в том числе, это мы знаем. Поэтому иногда узнаем о существовании нашей машины в какой-нибудь далекой республике. Уже там, если что-то, какая-то рекламация вылезла, периодически узнаем, да, что, оказывается, машина бывает и где-то за рубежом. Так, ну что, подведем итоги. Антон, можно еще вопрос задать тебе? Слышал, говорят, у вас там есть мульчерные оголовки АВИ. Как можно ее сравнить как-то с ЭПИ? Такую оценку дать? Что все-таки лучше? По АШВИ еще наработки у нас нету такой, чтобы значительные. То есть, они новые. Наверное, я об этом расскажу, когда наработают хотя бы там 1000-1500 часов. Потому что, ну, новая оголовка, пока непонятно. Ну, грызет, работает, хорошо справляется. Хотелось бы все-таки сравнительную оценку иметь. Что предпочтительнее? Я сделаю отдельное видео. Сейчас буду цель выйти на качество. Качество роликов, качество видео. Побольше взаимосвязи с производителями. Я все-таки сделаю сравнение. Но чуть-чуть попозже. Сейчас наработаем, чуть-чуть понасилуем эти наши механизмы. Можно так сказать. Я думаю, что нужно будет еще один такой выход сделать. Вот я соберу информации побольше. Какой спрос, какая потребность есть вообще у нас. Что бы хотелось видеть. Вообще все-все-все-все капризы. Может быть, вы учтете и что-то получится еще, да? Доработаете. Конечно, но мы обязательно прислушаемся. Мы всегда мнение потребителя учитываем. Но желательно, конечно, все-таки запросы именно на гусеничную технику, а не на колесную. Хотя почему? Интересно тоже знать ваше отношение к разным типам ходовых. Может быть, скажем, вот у вас сейчас я слышу, что есть там экскаваторы, да. Как работают экскаваторы в лесу? Когда пни, когда повалены деревья и так далее. Можно ли планировать изготовление, скажем, мульчарно такой ходовой? Тоже интересно. Как работает колесная машина в лесу? Насколько это востребовано? Насколько это, скажем, надежно? Тоже интересная тема. С удовольствием послушаю ваше мнение. А можно сделать конференцию? Допустим, взять несколько компаний, такие как я, да? Кто-то занимается расчисткой обочин, кто-то занимается расчисткой сельхозки, кто-то занимается такими видами, да? И, допустим, обсудить эти моменты тоже можно было бы. Вот, кстати, по мульчарам на экскаваторы спрос будет. И будет он расти, я думаю, сейчас в ближайшее время. Так как сейчас по регионам катаюсь и смотрю, началась прям активная расчистка обочин. То есть чистят обочины, дороги сделали, теперь в порядок приводят обочины, в порядок приводят деревни. По гусеничной технике также она по обочинам работает. То есть в многих регионах обочины заболоть. Ну, заболоченные. И колесной технике не так не представляет себе возможности хорошо работать. Попадаются железки, бетон, колеса колятся. Вот, как бы гусянка в этом деле выручает. Так, ну, я думаю, все. Заканчиваем, да? Приятно было познакомиться. Так, на связи-то. Эфир закончился и можно подытожить. Завод работает. Даже сейчас в условиях пандемии ребята занимаются. Они принимают адекватно отзывы и обратную связь нас, потребителей. Если вы являетесь собственником или руководителем компании, которая занимается расчисткой сельхозполей, занимается обслуживанием линий электропередач. Если у вас есть своя техника, мульчеры, экскаваторы, бульдозеры, вы сталкиваетесь с запросами, что бы вы хотели увидеть вообще на нашем российском рынке и какую бы российскую технику. Давайте поможем нашему российскому заводу Сибирь Техника обратной связью. Давайте составим список потребностей по комфорту, по ходовым частям, по мощности тракторов. Вообще, все, что в голову придет, прям пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в наших российских тракторах. Завод Сибирь Техника будет отслеживать эти комментарии. Я лично им отправлю материалы и будем вместе, совместными усилиями поднимать российскую экономику, российское производство. Давайте укреплять Россию российским производством, российскими тракторами. Поднимаем матушку Русь!